18 декабря свой профессиональный праздник отметили все работники органов ЗАГСа в России. В преддверии этой даты, 17 декабря, в Славянске-на-Кубани впервые прошел конкурс «Невеста года-2015». Шесть молодых девушек, недавно вступивших в законный брак, стали главными героинями конкурса. Его организатор – Алена Мельникова, редактор журнала «Для молодоженов свадебный коктейль». С подробностями наши корреспонденты. Наверняка у каждого человека заложено с детства твердое понимание значения семьи и ее необходимости. Ведь семья – большая жизненная ценность, опора и надежда, крепкий тыл в любой жизненной ситуации. Поэтому целью организаторов конкурса «Невеста года-2015» стала реализация социальных аспектов, связанных с институтом брака и семьи, пропаганда приоритетного отношения к законному браку. Мы хотим, чтобы в нашем районе это стало прекрасной традицией, правильной, нужной «Невеста года». Мероприятие задумано задолго до самого этого праздника. Мы по-разному пробовали его и решили сделать, что это должно быть в канун Нового года и именно на день органов ЗАГС. Участники нашего мероприятия – невесты, их друзья, которые приходят сюда их поддержать. Конечно же, целью не само мероприятие, не сам конкурс, а сохранение семьи, семейной ценности. Поэтому я считаю, что это мероприятие, которое мы будем проводить, оно станет началом того, чтобы наши молодые пары изначально понимали – свадьба – это навсегда, невеста – это навсегда, а жених – это становление мужчины. «Невеста года» – это не шоу-показ свадебных нарядов и не конкурс красоты, а праздник молодости и очарования. Это праздничная феерия влюблённых девушек. Напутственные слова всем невестам перед началом конкурса сказал председатель районного совета Григорий Литовко. «Я уверен, что у нас самые красивые невесты, самые трудолюбивые, самые изящные, самые элегантные и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я уверен, что сегодняшнее мероприятие, оно сегодня у нас, как бы можно назвать, пилотным проектом будет. И уверен, дальше будет совершенствоваться, к нему подключатся другие районы, потому что мы всегда везде были первыми». Шесть конкурсанток своей красотой, харизмой и очарованием стремились покорить сердца и жюри, и всех присутствующих в зале, а также завоевать звание «Невеста года». Конкурсная программа началась с дефиле участниц в свадебных платьях. Каждая девочка с детства мечтает о волшебной и шикарной свадьбе. Представляет, что у неё будет всё самое лучшее – и свадебное платье, как у принцессы, и самый красивый жених-принц. По фантазиям «Невест» можно снимать фильм-сказку. Но, как говорят, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Ведь подготовка к свадьбе – дело не шуточное. С чего всё начинается у «Невест» и как складывается жизнь после свадьбы? Об этом конкурсантки рассказали в презентации своей «Лавстори». Каким может быть свадебный танец? На эту тему девушки размышляли в третьем туре конкурсной программы. Затем читали стихотворения и пробовали себя в роли модельеров. По итогам конкурса первой невестой года Славинского района стала Татьяна Сергеенко. Так что же требуется от девушки, чтобы получить титул «Невеста года»? Наверное, всё-таки это не победа или участие в конкурсе, а присутствие в жизни любимого человека, который зажигает огонь в глазах мужчины, для которого его вторая половинка – самая прекрасная, очаровательная, родная и любимая. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов. Программа «События». Игорь Ванчугов.